На этой неделе исполнилось ровно 55 лет со дня открытия памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Историческое событие произошло 17 ноября 1967 года. Монумент стал визитной карточкой города, национальным достоянием республики. И признан самой высокой конной статуей в Восточной Европе на трех точках опоры. За полвека, обиваемые всеми ветрами бронзовый чугун скульптуры и гранит постамента заметно пострадали. И перспектива демонтажа памятника для последующей реставрации, да еще накануне 450-летия Уфы, стала острой темой для жителей республики, которые не могут даже представить утес без фигуры народного героя. О том, что может ждать скульптура в ближайшем будущем и как она создавалась, расскажем в нашем следующем материале автора Маргариты Гафаровой. То рабочие орудуют лопатами под постаментом, то автовышка кружит вокруг коня. Активность возле памятника Салавату Юлаеву заставила уфимцев в минувшие недели изрядно поволноваться. Как оказалось, напрасно. Все эти непонятные для обывателя манипуляции – часть комплексных научных исследований. Эксперты зафиксировали повреждения на декоративной облицовке, отобрали пробы. Их лабораторное изучение поможет обнаружить дефекты, не видные даже глазу внутри самого материала. Результаты изысканий будут готовы в конце ноября. Без завершения комплексных научных исследований делать выводы преждевременно. Но там встречаются дефекты и повреждения, характерные для таких конструкций и такого периода эксплуатации. Есть коррозионные повреждения, есть небольшие трещины в чугунной облицовке. Эти мероприятия будут комплексно оценены специалистами, по ним будут даны соответствующие выводы. Муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы в ходе торгов выиграло Татарское специально научно-реставрационное управление за 15 миллионов рублей. В дальнейшем эксперты подготовят проектную документацию, которая должна будет пройти государственную историко-культурную экспертизу, и разработают непосредственно проект реставрации памятника. Когда мы проектирование получим, тогда все вместе с обществом сядем и будем разговаривать. Потому что мне надо понять, когда его снимать. Потому что если мы его снимаем, то с высокой долей вероятности 455 Уфы мы встретим без него. И мы должны быть к этому готовы. Готовы ли мы к этому? И здесь мы будем взвешивать прежде всего, конечно, судьбу памятника. Если надо быстрее, значит будем быстрее. Сейчас трудно даже представить городской пейзаж без фигуры всадника, застывшего над обрывом. А ведь памятник Салавату Юлаеву сначала предлагали поставить в центре города. Но его автор, скульптор-монументалист Сасланбек Тавасеев настоял. Только на утесе над Белой и нигде больше. С момента зарождения идеи в 1941 году до открытия монумента художнику пришлось преодолеть еще много трудностей. Шла война, не было средств. Не сразу в республике утвердили этот макет, значит, в СССР еще надо было утверждать. Вот это случилось только в 1946 году. Все время были препоны со средствами, все время. Он бился, боролся, он закладывал вещи, он закладывал свою квартиру, но у него была понимающая жена. Из-за недостатка средств скульптуру пришлось отливать из чугуна, а не бронзы, как планировалось сначала. На это у рабочих ленинградского завода ушло полтора месяца. Затем памятник в разобранном виде водным путем доставили в Башкортостан. И когда он пришел на строительную площадку, в 1966 год, а в 1967 он уже открылся памятник. А дома не снесены, площадка не подготовлена. Он получил такой опять моральный удар. Но это был не тот человек, который сгибался когда-либо. Но была беда еще в том, что эти детали хранились на Сафронской пристани, а там заливало весной. И надо было просверливать в этих деталях отверстия, чтобы вода выходила, чтобы их не разорвало. И вот на конец 17 ноября 1967 года памятник национальному герою открыли. Его вес достигает 40 тонн. Высота вместе с железобетонным постаментом, облицованным гранитными плитами, около 14 метров. Для устойчивости тяжелой скульптуры на трех опорах установили стальную раму. Ее пропустили через фигуру всадника, пустотелый корпус коня и укрепили на постаменте. За полвека нагрузка и на сам монумент, и рельеф под ним нешуточная. Поэтому курган тоже будут проверять на устойчивость и при необходимости усиливать. Нужно отметить, что склон не подвергается каким-то движениям. Но тем не менее, на постоянной ежемесячном мониторинге находится геодезическое состояние. Склоны наблюдения осуществляются постоянно. Также все изыскательские работы, которые осуществляются с памятником, также проходят под контролем нашего управления. Как отметили в Башкультнаследие, стоимость реставрационных работ зависит от количества и объема дефектов, установленных в процессе обследования. Для примера, восстановление медного всадника в прошлом году обошлось в Санкт-Петербургу в 40 миллионов рублей. Эксперты зачистили коррозию и заделали трещины, отремонтировали отмостку и гром камень. А вот на реставрацию памятника Николаю Первому ушло два года и 170 миллионов рублей. Его мраморный постамент находился в аварийном состоянии. Обе конные статуи привели в порядок без демонтажа, прямо на месте, спрятав в лесах. Справедливости ради отметим, что питерские памятники не только стоят на ровных площадках, но и скромнее уфимского по габаритам. Высота медного всадника 5 метров, масса достигает 8 тонн. Конная статуя с Николаем Первым 6-метровая, весом около 20 тонн. По предварительному мнению экспертов, памятник Салавату Юлаеву все-таки придется демонтировать. Но далеко увозить его не будут. Ремонт планируют провести рядом на площади. Эксперты обещают отнестись к восстановлению скульптуры очень бережно и максимально сохранить его первоначальный облик. Остается надеяться, что реставрацию успеют завершить к празднованию юбилея города. Маргарита Гафарова, Ильдос Сурен, РБК, УФА.